Вот такие вот глаза, такие зверские глаза. Именно так начинается работа над будущей скульптурой. Ее макет сначала рисуют, затем создают из пластилина, а теперь делают полномасштабную модель из глины. Сейчас баба Яга весит около 600 килограмм. Внутри у нее каркас из металлических стержней и досок. У нее сложная будет очень ступа, с такими как бы глазами. Вот куда бы вы от нее ни делись, у нее везде за вами она будет наблюдать, даже этой ступой. А вообще у нее персонаж, вот смотрите, она смотрит вот сейчас на вас, да, кот смотрит четко на меня, а сзади еще филин. И вот куда бы вы от нее ни делись, она везде за вами будет наблюдать. Такой ужасный персонаж, такой колючий. В основу портрета лег образ знаменитой советской бабы Яги в исполнении Георгия Миляра. Пока работа ведется крупными мазками, ведь задача сделать силуэт. Затем будут прорабатывать текстуру. Вдохновение черпают из детских сказок. Кот ученый – это уже вольный пересказ произведений Пушкина. Фигура не каноническая. Автор Олег Седов позволил себе немного похулиганить. Оставил цепи дуб, добавил книжки, пенсне, боярский костюм. Сзади сделал дупло, в котором будут жить мыши, бабушка и двое внуков. У нее будут свои книжечки, она будет маленькую такую книжечку читать, такая вот листать, такая вот, на носу эти очки, щечки, наверное, скорее всего. И здесь будет два этих мышонка, которые, ну, будут смотреть на них так, с любопытством такая вот, одна такая заслушается, а другой такой немножко испугавшись, потому что сказки страшные. Обе фигуры являются частью скульптурной группы. Семь статуи по мотивам детских сказок в августе следующего года установят в поселке Октябрьский Михайловского района. Самыми масштабными работами станут фонтан в виде водяного и Иван, убивающий змея Горыныча. Скульптуры сделают из бронзонаполненного композитом. Дешевый, безотказный вообще, легко отлить работы, не надо заниматься с этими печами, потому что бронза – это серьезный материал, я ничего против бронзы не имею, вообще обожаю этот материал, но это именно его дешевизна, именно вот этого материала, потому что все можно сделать в мастерской, вот у нас прямо тут, прямо их льем. Материал очень прочный, к примеру, скульптура ученого кота сможет выдержать вес в целую тонну, то есть на нем смогут повиснуть сразу восемь взрослых людей. А вот вандалам материал не понравится, ведь бронза в нем всего 3 килограмма на всю скульптуру. Песок у нас идет обязательно, чтобы коэффициент линейного расширения немножко понизить, ну, чтобы не трещал. Настоящая бронза, уже оксидирована, уже коричневая, даже если ее натирать, она не станет желтой, потому что это же пыль, а каждая пылинка уже коричневая, вот, и поэтому, да, уже не будет так блестеть он, но все равно бронзу видно. Также в материал добавят красители, то есть скульптура будет ни одного цвета. Такой прием уже использовали в оформлении клоуна и зверей, расположенных перед Рязанским цирком. Их тоже выполнил скульптор Олег Седов. Галина Кудряшова, Сергей Данилин, телекомпания «Город».